Он живой и светится. Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам, и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой. А моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака. Они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось есть, а мамы все не было. И я подумал. Что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света? Я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал. Здорово! И я сказал. Здорово! Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. Ого! Сказал Мишка. Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да. А ручка? А для чего она? А ее можно вертеть? Да? Ага! Ого! Дашь мне его домой? Я сказал. Нет. Домой не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом. Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу. И они стоят и разговаривают. И даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит. Не дашь самосвал? Я говорю. Отвяжись, Мишка. Тогда Мишка говорит. Я тебе за него могу дать одну гватемалу и два барбадоса. Я говорю. Сравнил барбадос с самосвалом. А Мишка. Ну хочешь, я дам тебе плавательный круг? Я говорю. Он у тебя лопнутый. А Мишка. А ты его заклеишь. Да я даже рассердился. А плавать где? В ванной? По вторникам? И Мишка опять надулся. А потом говорит. Ну? Была не была. Знай мою добрость. На. И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. Ты открой ее, сказал Мишка. Тогда увидишь. Я открыл коробочку. И сперва ничего не увидел. А потом увидел маленький светло-зеленый огонек. Как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. Мишка. Мишка. Отдай эту звездочку. Я ее домой возьму. И Мишка. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался. И мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила. Ну, как твой самосвал? А я сказал. Я, мама, променял его. Мама сказала. Интересно. А на что? Я ответил. На светлячка. Вот он. В коробочке живет. Погаси-ка свет. И мама погасила свет. И в комнате стало темно. И мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. Да, сказала она. Это волшебство. Но все-таки как-то решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка. Я так долго ждал тебя, сказал я. И мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. Мама пристально посмотрела на меня и спросила. А чем же? Чем же именно он лучше? Я сказала. Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой и светится. Кот в сапогах Мальчики и девочки, сказала Раиса Ивановна. Вы хорошо закончили эту четверть. Поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно. А за лучший костюм будет выдана премия. Так что готовьтесь. И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась с нами и ушла. А когда мы шли домой, Мишка сказал, я на карнавале буду гномом. Мне вчера купили накидку от дождя и капюшон. Я только лицо чем-нибудь занавешиваю и гном готов. А ты кем нарядишься? Там видно будет. И я забыл про это дело. Потому что дома мама мне сказала, что она уезжает в санаторий на 10 дней. И чтобы я тут вел себя хорошо. И следил за папой. И она на другой день уехала. А я с папой совсем замучился. То одно, то другое. И на улице шел снег. И все время я думал, когда же мама вернется. Я зачеркивала клеточки на своем календаре. И вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит. Идешь ты или нет? Я спрашиваю, куда? Мишка кричит, как куда? В школу. Сегодня же утренник. И все будут в костюмах. Ты что не видишь, что я уже гномик? И правда. Он был в накидке с капюшончиком. Я сказал, у меня нет костюма. У нас мама уехала. А Мишка говорит, давай сами чего-нибудь придумаем. Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Ты надень на себя, вот и будет костюм для карнавала. Я говорю, ничего у нас нет. Вот только папины бахилы для рыбалки. Бахилы – это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь, первое дело бахилы. Ни почем ноги не промочишь. А Мишка говорит, ну надевай, посмотрим, что получится. Я прямо с ботинками влез в папины сапоги. Оказалось, что бахилы доходят мне чуть не до подмышек. Я попробовал в них походить. Ничего, довольно неудобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось. Он говорит, а шапку какую? Я говорю, может быть, мамину соломенную, что от солнца. Давай ее скорей. Достал я шляпу, надел. Оказалось, немножко великовата, съезжает до носа. Но все-таки на ней цветы. Мишка посмотрел и говорит, хороший костюм. Только я не понимаю, что это значит. Я говорю, может быть, он значит мухомор? Мишка засмеялся. Что ты? У мухомора шляпка вся красная. Скорее всего, твой костюм обозначает старый рыбак. Я замахал на Мишку. Сказал тоже старый рыбак. А борода где? Тут Мишка задумался. А я вышел в коридор, а там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, всплеснула руками и говорит, ох, настоящий кот в сапогах. Я сразу догадался, что значит мой костюм. Я кот в сапогах. Только жалко, хвоста нет. Я спрашиваю, Вера Сергеевна, у вас есть хвост? А Вера Сергеевна говорит, разве я очень похожа на черта? Нет, не очень, говорю я. Но не в этом дело. Вот вы сказали, что этот костюм значит кот в сапогах. А какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост. Вера Сергеевна, помогите, а? Тогда Вера Сергеевна сказала, одну минуточку. И вынесла мне довольно драненький рыжий хвостик с черными пятнами. Вот, говорит, это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им кирогаз, но думаю, тебе он вполне подойдет. Я сказал большое спасибо и понес хвост Мишке. Мишка, как увидел его, говорит, давай быстренько иголку с ниткой, я тебе пришью. Это чудный хвостик. И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шил довольно ловко, но потом вдруг, как уколет меня. Я закричал, потише ты, храбрый партняшка. Ты что не чувствуешь, что шьешь прямо по-живому? Ведь колешь же. Это я немножко не рассчитал. И опять кольнет. Мишка, рассчитывай получше, а то я тебя тресну. А он, я в первый раз в жизни шью. И опять коль, я прямо заорал, ты что не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть. Но тут Мишка сказал, ура, готово. Но и хвостик, не у каждой кошки есть такой. Тогда я взял туши кисточкой и нарисовал себе усы. По три усы с каждой стороны, длинные-длинные, до ушей. И мы пошли в школу. Там народу было, видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек 50. Еще было очень много белых снежинок. Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка. И мы все очень веселились и танцевали. И я тоже танцевал, но все время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог. А шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка. А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом. Просим кота в сапогах выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм. И я пошел на сцену. А когда выходил на последнюю ступеньку, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись, а Люся пожала мне руку и дала две книжки. Дядю Степу и сказки-загадки. Тут Борис Сергеевич заиграл тушь, а я пошел со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал. И опять все засмеялись. А когда мы шли домой, Мишка сказал. Конечно, гномов много, а ты один. Да, сказал я, но все гномы были так себе. А ты был очень смешной, и тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну. Мишка сказал, не надо, что ты. Я спросил, ты какую хочешь? Дядю Степу. И я дал ему дядю Степу. От дома я скинул свои огромные бахилы и побежал к календарю. И зачеркнул сегодняшнюю клеточку. А потом зачеркнул уж и завтрашнюю. Посмотрел, а до маминого приезда осталось всего три дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok